Как отучить ребенка от рук? Что такое мамины руки для ребенка? Нечасто мамы задают себе такой вопрос, и гораздо чаще звучит вопрос о том, как отучить ребенка от рук. Давайте в этом видео разберемся с вами, когда ребенок самостоятельно слезает с маминых рук, и нужно ли носить ребенка на руках. Каждая мама стремится дать своему малышу самое лучшее. Ей хочется, чтобы малыш рос крепким, здоровеньким, спокойным и уверенным в себе. Однако зачастую на практике новоиспеченная мама попадает под давление бабушек, родственников, подруг, которые стремятся передать ей свои взгляды на процесс воспитания и взращивания ребенка. Не носи на руках, а то потом не слезет. Не клади спать рядом с собой, а то потом до школы не уйдет. Корми строго по часам, а то избалуется. Это лишь малая часть утверждения, которые мы часто встречаем. И здесь действительно важно разобраться и понять, как же делать правильно. В первые девять месяцев ребенок чрезмерно нуждается в той обстановке, которой привык за время беременности. К тому выводу пришли ученые-антропологи. По сравнению с другими животными, у нас очень большой мозг, а женский таз для родов умного ребенка недостаточно широк. Чтобы голова смогла пройти по родовым путям, наши дети рождаются недоразвитыми мелкими, нуждающимся в большой заботе. Таким образом, полный период вынашивания у человека длится не 9, а 18 месяцев. 9 внутри и 9 снаружи. За все долгие месяцы беременности малыш привыкает быть постоянно вместе с мамой, слышать биение ее сердца. Малыш привыкает к высокой температуре тела, к постоянному мерному покачиванию, привыкает к ощущению своих границ, заданных стенками матки. Ему комфортно в подобных условиях, он чувствует себя в абсолютной безопасности и спокойствии, и в этот период перед вами не должен стоять вопрос отучения ребенка от рук. После рождения для малыша ничего не меняется, он не ожидает, что попадет в другие условия, которым будет вынужден приспосабливаться и тратить свои, пока и так не богатые ресурсы. Исходя из опыта, полученного в ходе внутриутробной жизни, малыш очень нуждается в тепле и без постоянного физического контакта с матерью, просто замерзнет, поскольку пока еще не может согревать себя сам. Его жизненных ресурсов хватает только на то, чтобы удерживать тепло, полученное от мамы. Материнские прикосновения, поглаживания, поцелуи всех частей тела малыша стимулируют не только кровообращение малыша, но и обеспечивают полноценное развитие эндокринной, иммунной и нервной систем, способствуют развитию головного мозга. В первые 40 дней ребенку необходим максимальный физический контакт, то есть мама в буквальном смысле слова не расстается с малышом ни на минуту, носит на ручках, спит вместе с ним, постоянно поглаживает и согревает его. Это так называемый адаптационный период, когда малыш начинает перестраиваться от жизни в животе к жизни в большом мире. Такое поведение мамы дает ребенку ощущение полной безопасности и спокойствия. Малыш не подвергается воздействию стрессов, ему не требуется бороться за свою жизнь и выживать. Правильное ношение на руках помогает хорошему развитию опорно-двигательного аппарата, помогает формированию всех отделов позвоночника и тазобедренного сустава, при этом у мамы не отваливаются спина и руки. Постепенно, по мере взросления, малыш сам просится полежать отдельно, чтобы потренировать навыки переворачивания и ползания. Однако физический контакт по-прежнему сохраняется. Мама вместе с малышом делает все дела по дому, вместе гуляет и отдыхает. Принимая участие в маминых заботах, внимательно наблюдая за ее действиями, ребенок получает огромное количество познавательной информации, которая обеспечивает его умственное развитие. Грамотная организация времени помогает маме не уставать, поскольку все дела мама делает вместе с ребенком, а затем во время его сна отдыхает сама. Совместный сон с мамой является такой же насущной необходимостью для ребенка, как и постоянное пребывание у нее на руках. Известно, что более 70% сна новорожденного занимает поверхностный сон, во время которого малыш чутко отслеживает окружающую его обстановку. Если он спит, уютно устроившись рядом с мамой, то во время такого сна мозг ребенка может заниматься саморазвитием, а не следить за своей безопасностью. Также следует помнить, что совместный сон является профилактикой спонтанной детской смертности. Когда рядом находится мама, она своим дыханием, биением сердца напоминает малышу о необходимости сделать вдох. Когда же отучать от рук? У некоторых может сложиться ошибочное представление, что при таком подходе к взращиванию ребенка у мамы совершенно не остается времени на себя и на мужа. Это не так. Дело в том, что постоянное присутствие ребенка рядом с мамой помогает малышу расти спокойным и уверенным, ведь у него не появляется страх, что мама куда-то исчезнет или не придет. Позже он готов ждать ее, не нервничать, самостоятельно себя занимать. Если же мама постоянно стремится отучить ребенка от рук, откладывая его от себя, поменьше брать на руки, малыш становится тревожным и буквально вцепляется в маму, ни на шаг не отпуская ее от себя, связывает ей руки. Обычно в возрасте 6-7 месяцев, когда малыш приобретает навык ползания, его время пребывания на руках у мамы значительно уменьшается, ведь вокруг столько всего интересного, и у малыша есть потребность познакомиться с окружающими его вещами, также и совместным сном. В возрасте 3-4 года ребенок уходит спать в отдельную кровать при условии, что его не пытались выселить из постели матери пораньше. Так что всему свое время. Но раз уж мы ведем речь о новорожденном, постарайтесь не думать сейчас о том, как отучить ребенка от рук, а максимально удовлетворить потребности своего малыша в пребывании на руках у мамы, в совместном сне, в продолжительном грудном вскармлении. Вырастая, ваш малыш понесет во взрослую жизнь весь багаж знаний, ощущений и впечатлений из раннего детства. Если опыт, полученный в раннем детстве, позитивен, то ребенку легко учиться, легко вступать в контакт с разными людьми, у него нет трудностей в общении и построении отношений с другими людьми. Субтитры создавал DimaTorzok